Реле контроля уровня существует для того, чтобы регулировать уровень жидкостей в емкостях. Существуют простые реле уровня, какие мы рассмотрим сегодня здесь, и существуют более сложные. Простые от сложных отличается количеством уровней регулируемых. Вот эти два реле регулируют только два уровня, верхний и нижний. Существует реле, реле, который регулирует три уровня или четыре уровня. То есть, они могут включать еще верхний аварийный и нижний аварийный. В этих реле только два уровня. Нижний наполнения или откачки и верхний наполнения или откачки. Эти реле также можно подключать вот на наполнение бака. То есть, наполнили бак, бак освобождается, дошел до кого-то уровня и опять стал наполняться. Также и на освобождение. Допустим, бак заполнился водой, допустим, если это стоки, заполнился до верхнего уровня, откачалась вода из бака и опять ждем, пока бак заполнится до верхнего уровня. Также их можно подключить, чтобы он удерживал определенный уровень, так же как на откачку, так и на закачку, то есть вода держится на уровне, чуть-чуть она вниз упала, сразу же опять включилась, будет подкачивать и держать на одном уровне. И то же самое на выкачку, что только набралась вода и насос включился, выкачивает, набралась и выкачивает, тоже удерживает на подлив и на отлив воду. В этом видео я рассмотрю два реле. Одно производство фирмы Chint J.E.B. 714 и другое фирма E.K.F. R.L. S.A. Давайте поговорим о преимуществах и недостатках. Начну я с реле Chint. Какие у него, я считаю, преимущества? Во-первых, привлекательная цена. Во-вторых, то, что оно крепится на сокет, подошву. Это сокет стандартный, какой-то стандарт, GIN определенный, и сюда можно втыкать это реле. Причем контакты здесь, распиновка, одинаково с рядом других реле китайских производителей, которые стоят еще дешевле. То есть в случае, если у вас что-то случилось с этим реле, вы можете его просто выткнуть и заменить любым другим реле, которым вы нашли китайское на базаре. Ну, конечно же, лучше заменять стандартным реле Chint. Очень добротно исполнено, очень хороший пластик и, ну, не сравнить даже вот в руках, когда держишь, вот с теми китайскими, которые вы только что видели. Какие же у него есть недостатки? Ну, его недостатки, это, наверное, преимущество следующего реле. Хотя реле E.K.F., оно немножко дороже, стоит, может быть, даже в два раза, но у него есть свои преимущества. Во-первых, оно модульное, как вы видите. Можно, если вы собираете модульный шкаф, вы вставляете его в модуль, и вот он у вас наверху видно. Во-вторых, у вас здесь есть индикация, когда он включен, когда выключен, и также индикация уровней, минимальные или максимальные, какие достигнуты. Плюс есть регулировка, регулировка чувствительности, об этом мы поговорим, когда будем подключать и испытывать, и регулировка задержки по времени. Это очень важно, задержка по времени, например, если когда насос скачает воду в бак резко, и там создается, как бы, волновые движения в баке, если не будет задержки, то, как бы, вода будет доставать электроды, насос будет включаться, потом выключаться с каждой волной, и насос будет работать так, джить-джить с каждой волной. Это может привести тоже к быстрому износу насоса. Поэтому, хотя он стоит дороже, но он может вам сэкономить на целый насос. Здесь уже тоже есть небольшая задержка по времени, но она установлена уже непосредственно на заводе, заводская настройка, никаких индикаций, ничего. Итак, давайте его подключим. Для испытания я буду использовать реле Chint, потому что его немножко удобнее подключить. У обоих реле, таких простых, восемь контактов. Два контакта питания, три контакта на уровне, один общий, минимальный, максимальный, и три контакта это перекидное реле. То есть, подключаются они совершенно одинаково. На этом пине, которые здесь находятся. Распиновка идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и соответствует вот этим вот кругом. Давайте смотреть на схему теперь и подключать. Для начала я подключу питание. Это был 1, 8, теперь подключим уровни. Общий уровень подключаем на 7 контакт, минимальный уровень подключаем на 6 контакт и максимальный уровень подключаем на 5 контакт. Значит 7, 6, 5. Теперь у нас осталось подключить только лампочку, которая будет имитировать работу насоса. Первое куда мы подключим ее, это третий контакт. Почему третий контакт перекидного реле? Потому что он общий контакт у нас. То есть, этот контакт по-любому будет использоваться в лампочке. Второй контакт нужно подключить или к фазе, или к нулю. Конечно же к фазе, просто я не знаю, где мне здесь фаза 0, поэтому я подключу к любому из питающих контактов. Теперь у меня осталась еще одна примычка. Значит, представим, что я подключил сейчас ее к нулю. Теперь к следующему контакту мне нужно подать фазу. Я возьму ее тоже отсюда же, с питания. И вот у меня осталось всего лишь два провода. Это нормально, второй нормально открытый, а четвертый нормально закрытый, смежный вот с этим третьим, как бы перекидной. И теперь хочу я закачивать воду или я хочу выкачивать воду, я соответственно подключаю. Если я подключу на второй контакт, то у меня будет работать на закачку воды, если на третий, то на выкачку. Давайте попробуем. Вот я подключу, значит, на второй контакт. Значит, как работает схема? Я ее запитаю сейчас. Сюда подходит напряжение. Значит, оно питает непосредственно само реле, плюс оно питает лампочку. Один провод лампочки подключается напрямую, а второй через перекидной контакт. Давайте его воткнем, включим. Итак, мы видим, что у нас работает лампочка. Так как у нас сейчас все работает на закачку, естественно, уровни показывают, что воды нету. Самый нижний уровень это просто масса, который замыкает ток, контакты можно трогать руками, то есть в них тока нету опасного для человека. Замыкается как бы между ними ток при помощи воды, вода действует как электропроводное вещество. И таким образом определяется, что мы достигли этого уровня. Давайте начнем опускать. Смотрите, опускаем массу. И теперь нижний контакт. У нас насос продолжает качать. Мы продолжаем, вода продолжает наполняться, 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 наполняться. И вот она доходит до верхнего контакта. И насос отключается. Теперь вода начинает потихоньку уходить. Она уходит, оходит, уходит. Видите, верхний контакт оголился у нас. Но насос не включается. Насос не включится, пока вода не дойдет до самого нижнего контакта. И когда нижний контакт отходит, вы видите, она срабатывает немножко задержка. Давайте я вытащу, допустим, опять выключу насос, подниму и резко. Ну да, задержки практически нет. А теперь давайте попробуем переключить его на выгрузку. И посмотрим, как он работает на откачку воды из бака. Перекидываем наш переходной контакт с двойкой на четверку. То есть с нормально открытого на нормально закрытый. Вставляем наше реле, подаем питание и проверяем. Теперь смотрите, у нас происходит обратное. Хотя электроды у нас не в воде, но насос как бы не работает. Почему? Потому что насос и знает, как бы, раз электроды не в воде, значит воды в баке нет. Нам не нужно ничего откачивать. Теперь у нас будет обратная логика. Мы, допустим, нижний уровень у нас воды есть, но мы еще не откачиваем. И так вода набирается, 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 набирается в бак. И вот она дошла до верхнего уровня. Как она дошла до верхнего уровня, у нас срабатывает насос. Он начинает откачивать воду, вода уходит, 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 уходит. И как только вода уходит с нижнего уровня, насос отключается. Это нехитрое устройство имеет широкий спектр применения. Его можно применить как в быту. Предположим, вы хотите организовать домашний водопровод со своей собственной водонапорной башней, закачивая воду предварительно в бак. Современные системы это как бы насос, который качает воду из колонки. Если у вас нет света, то у вас нет запаса воды, у вас сразу нет воды. А если у вас сделана система на таком реле, и у вас есть какой-то бак хотя бы на 100 литров, который предварительно закачивается, даже при выключении света у вас есть небольшой запас воды, которого может хватить даже на целый день и дождаться, когда включится свет. Предположим, также можно использовать при организации капельного орошения, что очень экономит воду, экономит электричество. Когда мы в прошлом году поливали огород насосом, щита были немаленькие, и если посчитать, то достаточно много киловатт уходило на постоянный полив, это чтобы залить целый орык водой. Капельное орошение намного сэкономит воду, а значит и ее электричество. Они также широко применимы в индустрии, особенно в индустрии технологических процессов производства питания, где используются различные жидкости, токопроводящие, баки, смесители и так далее. Мое последнее место использования подобного реле, это щит управления КНС, канализационно-насосная станция, куда поступают первичные отходы, и когда эта станция заполняется полностью отходами, срабатывают насосы и выкачивают их, перекачивают в очистное сооружение. Вот и все о реле, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, я планирую и дальше освещать различные устройства и принципы их работы. До новых встреч, с вами был Сергей Романов, до свидания.